Природа видения Совокупность наук о природе или естественной науке, как предмет преподавания Школьный учебный предмет преподаваемый в начальных и средних классах современных общеобразовательных школ России, Украины и других государств, входивших ранее в состав СССР Во многих школах предмет переименован в «окружающий мир» Природа видения учит элементарным основам естественных наук Дает учащимся элементарные знания о природе, родном крае Взаимодействие человека с окружающей средой анатомии человека На последнем году обучение курс природа видения подготавливает к более глубокому и специализированному изучению предметов естественно-научного цикла История в Российской империи Впервые курс естественной истории был введен в школах России во второй половине XVIII века Учебник В. Ф. Зуева Начертание естественной истории, изданное для Народных училищ Российской империи Задал основные черты содержания и структуры предмета Автор считал, что для начала естественно-научного образования ребенка необходимо ознакомить его с окружающей природой А порядок ознакомления должен идти от неживой природы к растениям и затем к животным Однако до конца XIX века, несмотря на большое количество изучаемых рассказов о природе, природоведения как отдельного учебного курса для начальной школы не существовало Первый учебник, написанный для курса одной нераздельной науки об окружающем мире, появился в 1883 году Мир Божий, Земля, Воздух и Вода А. Я. Герда Запланированная вторая часть Растения, животные и человек Так и не увидела свет Одной из главных целей курса Автор видел формирование мировоззрения согласного современным состояниям естественных наук Помимо чтения учебника, основой обучения должны были стать наблюдения учащихся и простые, доступные опыты В начале XX века начальный курс естествоведения в той или другой форме утвердился практически во всех учебных заведениях, кадетских корпусах, женских гимназиях, реальных училищах, классических гимназиях Причем в последних курс носил название природоведения Учебники в основном следовали порядку изложения заданному Зуевым «Неорганический мир. Растения, человек и животные» Программа, разработанная в 1901 году Д. Н. К. Городовым, предлагала основное внимание уделить взаимодействию растений и животных друг с другом и с окружающей средой А в основу обучения положить экскурсию к типичным местам общежития растений и животных Задачей курса предлагалось делать приобщение к природе, с тем чтобы учащиеся почувствовали себя и ее частью учились воспринимать ее красоту Многие идеи предложенной программы повлияли на курсы природоведения в школах СССР, в СССР После ряда реформ в 40-50-х годах общее естество знания, как самостоятельный предмет, сохранился лишь в программе 4-го класса К середине 60-х естество знания и география были объединены в природоведение и эта дисциплина была введена в программы 2-го и 3-го классов Предмет должен был дать школьникам элементарные знания о предметах и явлениях природы Сформировать стремление к бережному использованию богатств природы, к ее охране, воспитать любовь в ней Во втором классе изучались сезоны изменения в природе, в третьем изучались темы природа нашего края, наша родина на глобусе и карте Использование и охрана природы человеком, организм человека и охрана здоровья В четвертом темы земля, планета солнечной системы, воздух, вода, горные породы, почва, растения, животные и внешняя среда Был издан ряд экспериментальных и пробных учебников и учебных пособий Проводились методические исследования по образованию учащихся в Российской Федерации В начале 90-х была введена новая программа природоведения для 4-х летней начальной школы, разработанная Плешаковым Изданы учебники этого автора Новая программа выделяет в качестве одной из основных своих целей экологическое образование и воспитание школьников Уделяется внимание развитию учащихся экологически оправданной системы ценностей Предупреждению формирования потребительского подхода к природе В курсе изучаются темы многообразия природы, единства природы и человека Возможности отрицательного влияния человека на природную среду и воздействия измененной среды на самого человека Программа дополнена сведениями об истории развития наук о природе По состоянию на 2013 год природоведение преподается до 5 класса В других странах природоведение преподается также в школах государств, входивших ранее в состав СССР В других странах существуют общие школьные курсы по естественным наукам, схожие с природоведением Продолжение следует... Продолжение следует...